всем привет сегодня у нас обзор программы chiptuning pro 3.2.1 это единственная и последняя версия бесплатной программы chiptuning pro которая нам доступна следующая версия не уже платная но для того чтобы посмотреть на что эта программа вообще способна достаточно установить именно ее начнем сразу с установки вот эти ссылочки я конечно же приложу к видео обязательно начинаем с чтение справок как всегда то есть chiptuning pro версия 3.2.1 программа для редактирования калибровок электронных блоков управления bosch m154 mp70 январь 4 январь 5.1 vs 5.1 микос 5.4 микос 7.1 январь 7.2 не густо конечно это все очень старые блоки практически динозавры которые очень редко встречаются за исключением наверное январь 7.2 который до сих пор на наших тазиках повально стоит но тем не менее с чего-то надо начинать так zip карты распаковать папку с программой кей 4 про сетап так здесь нажимаем next путь не изменяем next next тут он просит ввести какие-то данные я думаю что надо вести от балды наверно email значит собачка например окей финиш так теперь есть какой-то патч скопировать папку с установленной программой программа запускать через все теперь 321 водор давайте скопируем так этот отправим на рабочий стол так и там еще какие-то карту на было скопировать понял так карты у нас надо скопировать в папку с программой значит выделяем все control a control c так ищем программку наверно сюда копировать заменой 116 карт ничего себе много вот и все я думаю что программа готова попробую запустить ярлык для ликенс зачем он здесь нужен открылась интересно так сейчас поищем мы любую прошивочку например для январь 72 для этого заходим на сайт chiptuner.ru раздел прошивки прошивки вас серийные прошивки январь 72 и берем любую из них например например вот это вот довольно распространенная прошивка скачаем я на рабочий стол так распакуем перейдем в папку скопируем адрес закрываем и откроем эту прошивку так теперь он просит выбрать базовое по что там у нас было до а и 204 до 57 вот эту так ну и что мы тут видим так сейчас подвину немного крон идентификационные данные что за прошивка я думаю что их можно даже поменять ну да ладно флаги значит комплектация здесь можно включить или убрать некие датчики например датчик кислорода так как у нас это евро 2 получается что один датчик кислорода всего встроен в систему то есть если мы нажмем здесь мы просто его убираем переводим прошивку в евро 0 если у нас глючит адсорбер тоже его убираем датчик детонации если глючит если надо вдруг можно тоже убрать датчик фаз если убрать то машина перейдет на режим попарного впрыска то есть он не будет знать в каком положении находится коленвал распредвал и соответственно будет нет он взгляд что будет знать базовое одно значение но попарный впрыска ручь будет так датчик скорости тоже можно вырубить если он глючный вообще можно много чего вырубить здесь маска ошибок соответственно то что мы пона выключали нужно будет убрать маски ошибок по этим вещам например ошибка датчика фаз ошибка нагревателя датчика кислорода так что-то мы еще отключили датчик кислорода все ошибки по датчику кислорода убираем датчик скорости мы убрали так что там еще есть адсорбер мы убрали на так вроде все дальше пуск топливоподача тут уже начинаются карты калибровок которые менять я вообще-то не умею я об этом уже говорил когда дядя володя мне показывал как редактировать прошивки по скайпу я в тот момент понял что я этим заниматься не хочу и не буду потому что мне проще заплатить 1000 рублей для того чтобы дядя володя мне сделают прошивку либо прислал готовую из его база потому что тут параметров столько что прямо ну вообще не хотелось бы их трогать на самом деле на создание хорошей прошивки уходит очень много времени это только вот пуск да а если взять переход в холстой ход а если взять рабочий ход а тут еще открывается это все куча 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 всего понимаете да что прошивку редактировать это прям задача такая муторно не из легких это только холостой ход есть еще режим прогрева есть переход к рабочим режимом есть рабочие режимы это вообще капец то есть коррекция прошивки это действительно очень-очень муторная работа поэтому максимум что я делаю в этой программе это отключая какие-то ненужные датчики например или наоборот включая то есть меня комплектацию изменяя маску ошибок и еще я делаю коррекцию температуры так 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 где она тут у нас может здесь да вот включение вентилятора есть сейчас подвину еще немножко температура включения вентилятора допустим мне не нравится что машина постоянно в нагретом перегретом состоянии может хозяин автомобиля вообще хочет на воде ездить поэтому ставлю я ему там 90 градусов включения вентилятора да он почаще конечно будет включаться ну и что даже ладно 92 температуру выключения ставлю 90 то есть получается что машина нагрелась до 92 вентилятор включился остыло до 90 вентилятор выключился задержку я не трогаю смещение регулятора холостого хода оставляем вот и в принципе в принципе все наверное в этой программе я больше ничего не делаю то есть поковыряться посмотреть из чего состоит прошивка что там можно вообще регулировать в этом вам поможет вот эта прога вот после этого файлы сохраняя допустим я пишу название то же самое но добавляю там без так без датчика фаз евро евро 0 так 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 прошивки обнаружена защита дополнительная проверка контрольной суммы удалить ну раз рекомендуют значит удалим прошивка сохранена можно закрывать прогу и заливать ее в автомобиль так где она у нас вот здесь видите вот если вы освоите вот эту программу если вы считаете что вы готовы редактировать прошивки тогда уже пожалуйста можете покупать платную программку чиптюнинг про да их вообще много там бит и дит и так далее и заниматься редактированием прошивок вот еще одна простенькая программка то есть чиптюнинг про это профессиональная программа а есть еще простенькая вот чисто для блоков м74 запускаем она не требует установки так и справка то есть вот все софты которые ей поддерживаются то есть м73 поддерживает несколько софтов bosch 797 плюс несколько софтов так и м74 допустим допустим скачаем что-нибудь для м74 так прошивки прошивки вас серийные м74 так 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 ну какой вот это вот разархивируем копируем путь так где прога вот она открыть вот пожалуйста паспорт ЭБУ есть возможность отключить буквально пару датчиков и исполнительных механизмов то есть адсорбер можно убрать датчик сцепления датчик тормоза датчик давления масла да уж совсем уж конченый автомобиль должен быть чтобы его убирать датчик кислорода тоже до нейтрализатора это у нас евро ноль получается оставляем евро два это у нас евро три или даже евро четыре получается нужно евро ноль поставить иммобилайзер можно убрать пропуск и воспламенение для конченых двигателей ну действительно то есть это совсем уж жесть какая-то опять же можно температуру снизить что я рекомендую делать потому что температура настроена под нормы евро четыре двигатель постоянно находится в перегреве обычно я для себя ставлю 96-93 вот вентилятор второй это уже резервный 99 ай чё я понажимал чё-то я понажимал блин ай-яй-яй чё-то всё глюканул опруга еще раз запустим так откроем файл значит вентилятор 96-93 так а этот нет чё-то она у меня глючит блин ну бесплатная программа куда деваться ой значит ладно второй вентилятор мы не трогаем 96-93 значит обороты отсечки могу поставить допустим 7000 так и 7100 убрать там датчики все поубирать егаз можно тут что-то настроить но чё-то я бы это тоже не стал делать есть хорошие прошивки полно то есть хороших авторов где уже все это сделано то есть тут уже трогать я думаю не стоит единственное температуру поправить датчики какие-то убрать ну и также сохраняем под другим названием например там температура 96-93 евро 0 ну и все записываем в автомобиль так ну на этом мой короткий обзор закончен решайте думайте сами нужно вам это или нет лично я считаю что не нужно мне лучше заплатить дяде Володе который мне все это сделает профессионально сделает хорошо и я уже не буду париться с этим ну все пишите комментарии что бы вы хотели увидеть в следующих роликах пишите ваши вопросы я их все буду собирать этот ролик у меня тоже был по запросу кто-то спрашивал про программу чиптюнинг про вот ставьте лайки подписывайтесь на канал и счастливо про Субтитры сделал DimaTorzok